Сейчас я вам покажу одну вещь, продуктовый набор. Продуктовый набор. Что вы видите, дорогие друзья? Это 500 грамм еды. 300 грамм хлеба. Ну, прям упаковка на ней написана была, 300 грамм. И такой вполне солидный шматок сала, 200 грамм сала. Так было написано на упаковке, 196 грамм, если быть точнее. Вот как выглядит 500 грамм простой, дешевой, крестьянской еды. Я думаю, не надо сильно доказывать и объяснять, что если человек каждый день получает вот столько вот еды, то о голодной смерти говорить не приходится. Конечно, это нездоровое питание, конечно, мы так не питаемся, и не надо так питаться. Овощей нет, зелени нет, это всё неправильно. Но при такой тарелке в день, конечно же, о голодной смерти речи быть не может. Или 500 грамм муки превращаются в 800 грамм хлеба. Ну, хлеб – это же не только мука, там ещё есть вода. 800 грамм хлеба – это две большущие буханки, это самый большой паёк, какой только был ударенный стахановский паёк там в глубине, в советском тылу. Но есть ещё дети, скажете, или детям-то как-то сало – это не еда, хорошо у нас подготовленные для детей. Вот это 500 грамм еды для детей. Это крупа. Ну, у меня тут булгур, неважно, любая крупа. Вот посмотрите на эти 500 грамм крупы, подумайте, сколько каши может быть произведено из этой крупы, и всякий для ребёнка ещё столько каши в день съест. То есть, 500 грамм еды в день на человека – это та цифра, которая полностью снимает, закрывает вообще всю тему голодной смерти. Это недоедание, это нездоровое питание, но о голодных смертях, если вы можете дать ребёнку огромную кастрюлю каши, а сами получить вот эту тарелку, о голодной смерти речь не идёт. Сколько людей в Ленинграде? Сколько людей внутри кольца? Ещё раз повторяю, точно никто не знает, потому что там была тяжёлая проблема с беженцами. Они-то первыми-то и померли. Тем не менее, в Ленинграде выдавалось 2,6 миллиона хлебных карточек. Ну, едва ли кто-то отказался и забыл прийти за хлебной карточкой. Плюс 350, примерно, тысяч человек личных состав Ленинградского фронта и Балтфлота. Таким образом, у нас внутри кольца блокады, ровным счётом, 3 миллиона едоков. Умножаем 3 миллиона на 500 грамм и получаем полторы тысячи тонн. полторы тысячи тонн еды в день – это то, что полностью снимает и закрывает тему голода, голодных смерти в Ленинграде. Ну, мы с вами пойдём дальше. Ну, еда едой, нужно ещё горючее, нужно бензин для танков и машин, медикаменты. То есть, должно быть ещё что-то. В реальности, забегая вперёд, в реальности поставки в Ленинград были как 6 к 4. То есть, 6 единиц – это продовольствие и 4 – всё остальное. Ну, мы посчитаем даже запасом, будем считать один к одному. То есть, половина всего, что завозится – это продовольствие, а вторая половина – всё остальное. Таким образом, мы получаем очень простую, понятную цифру – 3 тысячи тонн в день. Вот цена спасения города, цена спасения сотен тысяч человеческих жизней – это та поставки, которые могли бы обеспечить Ленинград жизнью, тяжёлой жизнью прифронтового, тылового города. Решаема ли эта задача? Может ли, мог ли Ленинград решить вот эту задачу через кусок водной поверхности 27 км каждый день перебрасывать 3 тысячи тонн всяких грузов? Смотрим на замечательную табличку, которая перед вами на экране. Одна из организаций, которая должна была бы решать эту задачу – Северо-Западное речное пароходство. К началу 1941 года имела в своём составе 323 буксира и 960 несамоходных судов общей грузоподъёмностью 420 тысяч тонн. Понятно, да? То есть одной ходкой они могли поднять многомесячную норму поставки. В реальности, в реальности, в навигацию 1940 года Северо-Западное речное пароходство перевезло 3,4 миллиона тонн грузов. Ну, трудно сказать, сколько продолжалось в 1940 году навигация, это не столь важно, но будем считать, что 4 месяца выпадает 8. Множим, делим, получаем цифру 14 тысяч тонн. Не 3, а 14, почти в 5 раз больше. Тысяч тонн Северо-Западное речное пароходство не сильно напрягаясь, очень не сильно напрягаясь, доставляло в среднем в день. Почему я говорю не сильно напрягаясь, потому что перед нами же масштаб этого флота, количество судов и его совокупная грузоподъёмность. Поделив одно на другое, мы видим, что каждая эта самая боржа делала за всю навигацию 8 ходов, что, наверное, не очень большая нагрузка на 8 месяцев навигации. То есть, если сильно захотеть, особенно когда на площадях и улицах лежит 260 тысяч трупов, ну, можно было бы как-то даже более энергично возить. Но, в любом случае, даже в реальности не сильно напрягаясь, Северо-Западное речное пароходство перевозило 14, а не 3 тысячи тонн в сутки в среднем. А кроме того, есть ещё Ленинградское областное пароходство, ещё есть Ладожская военная флотилия, и есть ещё Трест-Лен-Рыба. Смешное название, тем не менее, это рыболовецкие суда, десятки рыболовецких судов, которые тоже что-то могли поднять. Ну, уже становится как-то понятно, что 3 тысячи тонн в день через Шлиссельбургскую губу – это вообще не тема. Это вообще не тема для обсуждения, можно это или не можно. Конкретно вот то, что было в Ленинграде, вот конкретно вот этими транспортными средствами, можно было обеспечить грузопоток или нет? Отвечаю, да, конечно, можно. Конечно, безоговорочно, можно. Откуда такая уверенность в моём голосе? Просто потому, что это всё произошло. Ну, это всё произошло в реальности. Дряхлыми полуторками, полуразваливающимися машинами в феврале 1942 года, когда заработала как следует дорога жизни, в феврале 1942 года автомобилями перевозили в среднем 3,1 тысяч тонн в день, в марте уже 3,9 тысяч тонн в день, а в апреле, когда ледок тоже начал так это потрескать, на 20 дней апреля ещё возили, и апреля в среднем автомобилями завозили 4,1 тысяч тонн всяких грузов в день, сильно удивляться этому не надо, потому что внутри кольца окружения оставалось порядка плюс-минус 40-45 тысяч грузовых автомобилей. А как вы понимаете, дряхлая полуторка, какая была, была не дряхлая, но она полуторка, это полторы тонны. То есть 2 тысячи ходок в день, это уже желаемо нами тысяча-три тысяча. Но бывает же ещё трехтонный ЗИС, а трехтонка берёт три тонны, тут уже достаточно одной тысячи ходок в день. А расстояние у нас 30 километров. И уж как бы медленно не ехала, не позла эта полуторка, но за час 30 километров туда, час на разгрузку, час на отдых, час на то, всё пятое-десятое, за пять часов мы делаем ходку. Но вообще говоря, в сутки 24 часа. И спросите вы любого дальнобойщика, сколько часов в день он проводит за рулём? В мирное время. Не тогда, когда у него дома умирающие с голода дети, не тогда, когда на улице десятки тысяч трупов и так далее. То есть имея внутри кольца 40-45 тысяч грузовиков, нечего обсуждать. Конечно же, эти цифры можно было обеспечить. И как только появилось, что возить, как только появилась та самая еда, которую можно было бы привезти, так появились машины, которые её привезли. Ну, это, конечно, машина. Это всё сложно, долго, неудобно. Реальный транспорт – это водный транспорт. Навигация с 42-го года, когда в апреле всё расставило, началась навигация. Началась нормальная навигация. И не сильно напрягаясь. Опять же, участвовала в ней, ну, хорошо, если одна пятая судов, которые находились в кольце, вот в этом вот. В общем ресурсе в среднем в день в навигацию 42-го года завозили 3,7 тысяч тонн всякого добра. Кроме того, завезли 28 тысяч голов живого скота. Кроме того, продолжали эвакуацию детей, больных и раненых. Кроме того, в город доставили 290 тысяч. Это 20 полных дивизий маршалов пополнения и так далее, и так далее. Ещё раз, для тех, кто был невнимателен и не захотел услышать. Я не подвергаю ни малейшему сомнению то, что страшная ленинградская трагедия, конечно, была. Ленинградский голодомор, жертвами которого стали сотни тысяч людей, безусловно, был. Блокады, то есть ситуации, когда на том берегу Ладожского озера лежали горы еды, но её просто нечем было доставить, вот такой блокады не было никогда. В Ленинграде не было еды не потому, что эту еду не на чем было завезти, а потому, что везти было нечего. Когда вероятность захвата немцами Ленинграда была реальной, а такой она была, по крайней мере, до декабря, разумеется, ни о каком завозе продовольствия в город, который должен был вот-вот оказаться в руках неприятствия, не могло быть и речи. Что изменилось потом? А изменилось, мы знаем, что 5 декабря, контр-наступление советских войск у Москвы, немцы покатились назад, истекающая кровью, потерявшая огромное количество людей и техники, не имеющая подкрепления зимней одежды, немецкая армия не выдержала удара, покатилась назад. Уже 17 декабря Ставка Верховного Главнокомандования издает директиву номер 005826, соответственно, с которой 7 января, смотрим на экран, началась грандиозная, грандиозная не по результатам, к сожалению, грандиозная по длительности, она продолжалась полгода, в общем и целом, со всеми своими этапами, полгода, наступательная операция, печально знаменитая Любаньская наступательная операция, целью которой, как вы видите, по стрелочкам на карте, было уже непросто пробить сухопутную дорогу к Ленинграду, задача ставилась гораздо больше, широким охватом окружить немецкие войска, окружающие Ленинград, а дальше, как было написано в тексте директивы, в дальнейшем, наступая в северо-западном направлении, окружить противника, обороняющегося под Ленинградом, и во взаимодействии с войсками Ленинградского фронта окружить и пленить его, а в случае отказа противника сдаться в плен, истребить его. Вот такие уже были настроения, уже так звучал, таким металлом звучал голос товарища Сталина, опасение, риск, шанс падения, сдачи Ленинграда противнику снялся, а как только он снялся, так Ленинград и фактически, и в глазах товарища Сталина стал тыловым советским городом, в котором размещено много предприятий военной промышленности, которые надо обеспечивать сырьем, энергии, а также трудовыми ресурсами, а чтобы эти трудовые ресурсы могли трудиться, надо еще туда завести какое-то количество продовольственных ресурсов, которые и завезли. Субтитры создавал DimaTorzok